Слово Обобщая картину, можно сказать, что в первых двенадцати главах Иисус представлялся и говорил нам о Себе. С тринадцатой по двадцать первую главы Он прощается, Он говорит до свидания. Но в том-то и дело, что Он не прощается, Он не говорит до свидания. Он показывает верующим в Него, как им никогда не проститься со Христом. В самом начале христианской жизни мы узнаем известнейший стих из послания к римлянам, восьмая глава, двадцать восьмой стих. В этом стихе написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это не значит, что все происходящее само по себе во всем приносит только благо. Но это значит, однако, что Господь по милости своей, в силе своей, промыслом своим делает так, чтобы для верующего человека даже трудности, даже неприятности обращались во благо. Каждый христианин легко ответит на вопрос о том, какое самое страшное событие всей истории. Убийство Сына Божия. Каждый христианин легко ответит на вопрос о том, какое было лучшее, величайшее событие истории всего человечества. Иисус принял смерть за меня. Но и самое страшное, и самое лучшее событие оказывается одним и тем же. Одна и та же история. В этой истории и трагедия, и слава. В Евангелии от Иоанна, с 13 по 21 главы, перед нами предстает переплетение трагедии и славы. Величайшая трагедия и Божия слава. Через греховность людей Бог совершает то, смысл чего непонятен греховному человеку. Бог так великолепен, и Своя работа так глубокая, что Бог делает вещи, которые даже святы не знают. И это одна причина, чтобы мы изучаем Святую Скульптуру, чтобы мы можем узнать больше и больше, что Бог делает. Что Он сделал тогда и что Он делает сейчас. В Своем величии, Бог совершает дела, которых не могут постигнуть даже Божьи святые. И потому, чтобы постигнуть их, мы продолжаем изучать Евангелие от Иоанна. Мы пытаемся понять смысл этих событий, открывавшиеся тогда, и смысл открывающиеся сегодня. Вы помните, о чем говорилось в 11 главе? Помните это великое воскресенье Лазаря из мертвых, которое совершил Христос? Представьте себе человека, который может войти в дом скорби. Представьте себе, что на свете был бы человек, который может войти в дом скорби и обратить ее в радость, запретить смерти, вернуть умершего в живые, в жизнь. Скажу больше, когда умирает пожилой человек, это трагедия, но не такая уж трагедия. Трагично, когда умирает молодой человек. Нам кажется, что чего-то он не доделал, что-то как-то не дожил, как-то слишком рано ушел. А если бы и правда был тот, кто может разогнать слезы и воскресить мертвого? Как относиться к такому человеку? В Евангелии от Иоанна, 11 глава, 53 стих, о таком человеке и говорится. Говорится там конкретно, что иудейские вожди замышляли убить именно такого человека. В самом основании христианского вероучения лежит доктрина о заместительной жертве. Иисус принял смерть вместо верующего, принял смерть за верующего, чтобы избавить уверовавшего грешника от наказания, которое прилежало ему за его грех. Интересно, что именно один из врагов Иисуса Христа, первосвященник, яснее всего, пожалуй, в Новом Завете, объясняет нам, что же такое заместительная жертва. И в Иоанна, 11, 50, Каяфас говорит, что необходимо, чтобы один человек умер за людей, чтобы целая страна не умерла. А Каяфан говорит, и эти слова записаны в Евангелии от Иоанна, 11, 50. Необходимо или лучше нам, чтобы один человек умер за людей. Это лучше, чем нежели весь народ погиб. Понимает ли Каяфа богословский и духовный смысл своих слов? Конечно, нет. Он подходит к вопросу с точки зрения политики. Он пытается сохранить собственную шкуру, в то время как Христос спасает мир. Каяфас вовсе не заботит спасение народа. Его заботит в том, чтобы сохранить свое положение в этом народе. Слова Каяфа и слова первосвященника о смерти Иисуса Христа сказаны с политической точки зрения. А вот что Сам Иисус говорит о Своей смерти с духовной точки зрения. И эти слова сказаны в вербное воскресенье. Записаны они в Евангелии от Иоанна, 24 и 25 стихи. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Он продолжает, любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Говорит он о самом себе. Он то самое пшеничное зерно, которое падет в землю. Он тот самый, кто отдаст свою душу, кто отдаст свою жизнь, отдает свою жизнь за этот мир. На еврейском календаре 14 число месяца Ниссана. Вечер, день четверг. И мы входим с вами в горницу. Пасхальная неделя. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Каким же образом Он проявил эту любовь? Он учит их истине. Он открывает им истину. Он полагает за них свою жизнь. Самое важное, что вы можете сделать для ваших людей, для тех людей, кому несете служение, любите их. Люди не волнуют, сколько вы знаете, пока они не увидят, насколько вы их любите. Любовь к людям вы будете проявлять, наставляя их в истине, показывая им истину, и демонстрируя им, показывая им, что они для вас, их жизнь для вас ценнее вашей собственной. Что же вспоминали иудеи в праздник Пасхи? Вы скажите. Кто-нибудь. Исход. Исход из Египта. Окей, that's true. Now let's get more specific. А теперь конкретнее. Что значит пасхов? Что значит пасхов? What does that mean? Пасха. Пройти мимо. А кто проходит мимо чего? Ангел смерти. Хорошо, ангел смерти проходит мимо чего и не делает что? Не убивает тех, за кого заклана жертва. Он не убивает, он щадит сына, щадит первородного сына в иудейском доме, еврейском доме. Бог позаботился о том, чтобы сохранить жизнь сынам Израилевым. Что же происходит в эту пасху во времена Иисуса Христа? Израиль позаботился о том, чтобы не сохранить жизнь сына Божия. Ироник, isn't it? Представляете, какая внутренняя ирония? Кровь ягнят, кровь агнцев на косяках дверей в древнем Израиле указывала на кровь, которая в конечном счете суждено будет пролиться, на кровь Агнца Божия. В 1939 году закончилась жизнь австрийского психолога, оказавшего огромное и по большей части негативное влияние на весь 20 век. Фамилия этого человека Фрейд. Фрейд был атеистом и при этом иудеем. С научной точки зрения я бы охарактеризовал его как выскочку от медицины, потому что выводы Фрейда не основываются на научных исследованиях. И все-таки какие-то истины он действительно сказал. Что-то полезное, что-то правильное он все-таки сказал. В частности, Фрейд говорил о том, что никто не может представить, никто не может, ни один человек не может осмыслить, концептуализировать собственную смерть. Нам сложно, очень сложно сознательно оценить полную потерю своего сознания. Нам сложно воспринять смысл того, что значит уже вообще ничего не воспринимать. В первом стихе 13 главы Евангелист Иоанн и говорит о том, что Иисус напротив полностью отдавал себе отчет в собственной смерти. Помните, как на брачном пире в Кане Галилейской Иисус начинает свое служение, Иисус являет первое чудо. Это описано во второй главе Евангелия от Иоанна. Помните, что Он сказал Марии в ответ на ее слова о том, что вина нет у них? Что Он сказал ей? Да, не пришел еще час мой. А что же сейчас говорит нам Евангелист Иоанн в начале 13 главы? Зная, что пришел час Его. И вот эти великие драматические события, эта величайшая трагедия разворачивается перед нами в Израиле ни в какой иной день, как в праздник Пасхи. В первом стихе нам открывается Божие владычество в замысле смерти Иисуса Христа. Во втором стихе дьявольский заговор, замышляющий смерть Христа. Но понимаете, какая вещь? Да, дьявол способен на страшные поступки, дьявол способен на страшные дела, но при этом дьявол не больше, чем собачка, собачонка на привязи в руках Божьих. Как же сейчас Богу осуществить искупление мира? В частности, Бог реализует, осуществляет искупление мира, дав врагу искупление, врагу Божию, дьяволу возможность сделать именно то, что больше всего хочет сделать сам дьявол. И все же, даже в этот момент, все эти события в Божьих руках. В 3 стихе 13 главы Евангелия от Иоанна мы читаем. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел, и к Богу отходит, Иисус знал, что собирается сделать, Иисус знал, что должно будет произойти. Каиафа не знал, что говорит, не понимал, что говорит. Иуда думал, что отлично понимает все. Иуда думал, что отлично понимает свои поступки, однако он тоже не понимал, что происходит. В этой главе, в этом тексте только Иисус, один Иисус четко понимает, что же такое происходит. Я понимаю, что здесь есть большая тайна, глубокая тайна, ну точно так же, как в ожесточении сердца фараона. Кто виноват в ожесточении сердца фараона? Ну сам фараон. Но Бог действует, и Бог держит все в своих руках. Каиафа собирался убить Христа, и это великий грех. Но Бог так предусмотрел, Бог в своем промысле использует этого человека для того, чтобы умерщвить, для того, чтобы осуществить смерть, жертвенную смерть Сына Божия. Посмотрите, насколько понимает все происходящее, насколько чудесно понимает все происходящее, насколько понимает сам Христос свою миссию. Он открывает это в третьем стихе 13 главы. Он знает, кто Он такой. Он знает, откуда Он исшел, откуда пришел. Он знает, куда идет. Перед нами открывается Его сущность, Его уверенность, Его суверенитет, власть, Его величие. Откуда исходит ваша уверенность? Почему? Ваша уверенность в жизни происходит из того, что вы доверяетесь Божьей власти, Божьему суверенитету. Из того, что вы понимаете Божью сущность. Вы знаете, кто такой Бог, и кто такой вы, и каково ваше место в Божьем замысле. Никто из нас абсолютно уверен. Мы немного конфликты, мы немного страшны. Иисус абсолютно уверен в самых страшных ситуациях. Он будет торчен к смерти. И Он абсолютно уверен. Каждый из нас порою теряет эту уверенность, особенно, когда вокруг страшно. Иисус не терял эту уверенность даже в самых страшных ситуациях. Ему предстоит пойти на пытки, пойти на истязания, на мучения, на смерть. Но в этой ситуации Он сохраняет свою уверенность. Он знал, что Ему предлежит высшее место, высший почет. И поэтому Он был готов унизить Себя. Расскажу вам про человека. Зовут его Хадсон Тейлор. Он умер в 1905 году. Хадсон Тейлор мечтал принести Евангелие вглубь Китая. Дело в том, что на побережье миссионеры были. Но вглубь страны никто не уходил. По образованию он был врачом. И вот он отправился в Китай. За свою жизнь Хадсон Тейлор привез в Китай, привел в Китай 600 миссионеров, через которых покаялись 18 тысяч человек. Миссионерские посты находились в каждой провинции Китая, уже к году смерти Хадсона Тейлора. При этом Хадсон Тейлор не имел университетского образования. В конце жизни, незадолго до смерти, Хадсона Тейлора спросили, почему Бог через вас работает? И Хадсон Тейлор ответил на этот вопрос так, пожалуй, потому что я не возвышался. Понимаете, неправы те люди, кто хочет возвыситься, чтобы Бог стал через них действовать. Наоборот, смиряйтесь, учитесь смирению. Именно так поступает Иисус. Перед нами последняя трапеза, на которой Иисус Христос прибывает со своими учениками. Последняя, потому что после этой трапезы, вскоре после этой трапезы ему предстоит пойти на смерть. А помните, какая первая трапеза, на какой первой трапезе, на каком первом празднице мы встречали Иисуса с учениками в Евангелии от Иоанна? Лидия. Каня Галилейской. Каня Галилейской. Да, в Каня Галилейской. Чего не хватило? Что кончилось на том празднике? Вино. 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 А на этом празднике, на последнем празднике, вина тоже не хватает? Нет. Вино есть. What is missing at this feast? Чего же на этом празднике не хватает? Tell me. Скажите. Радость. Речосим. That's probably true. Возможно. It's not what I'm looking for, but that's probably true. Чего или кого на этом празднике не хватает? Иисусу приходится делать что такое, что должен был делать кто-то другой. Раба. Разнес Слаев. Да, раба. Служителей не хватает. Кто восполняет вино на первом празднике? Кто на последнем празднике становится служителем? Я вам раньше уже говорил, рассказывал про шотландского профессора 19 века, который написал книгу об ученичестве. А. Б. Брюс так звали этого профессора. Профессор Брюс выделил четыре категории наставления, четыре категории обучения, которые Иисус давал своим ученикам. Речь идет о подготовке именно учеников. Речь не идет о том, чему Иисус учил народ в Нагорной проповеди, или Закхея, или других людей. Речь идет именно об учениках Иисуса. Помните четыре категории, которые я старался донести Иисус до своих учеников? Может кто-нибудь вспомнит? Кто-нибудь хотя бы одну назовет? Умножать веру. Служить и слушать. Increase your faith. Good, that's one. Служить. Become a servant. Become a servant. Брать пример. Be like Jesus. И смотреть на глазами будущего. И смотреть на future. Eternal perspective. You must be a genius. Вы тут гений. Ученики. Ученики. Спасибо. Good job. Okay. Here are the four. He always taught his disciples. Учил учеников. Either to increase their faith. Либо умножать веру. To model with Savior. Либо брать пример Спасителя. To develop an eternal perspective. Смотреть на мир глазами вечности. Or to be a servant. Или быть служителем. Okay. Now they're at the end of the course on that Thursday evening. И вот в самом конце нашего курса. And the only thing they've missed is the point. Извините. И вот они уже подошли. Ученики подошли уже к концу своего курса обучения. Ученики Христа подошли к концу курса обучения. Actually, the disciples are not clearly rebuked in John 13. We're drawing some inferences here. We are assuming that they were not willing to wash each other's feet. And that's why the Lord did it. И кое-что они все-таки так и не усвоили. Кстати говоря, нужно заметить, что нет никакого укора, упрека со стороны Иисуса в 13 главе Евангелия Туана. Но исследователи предполагают, что Иисус начинает мыть ноги учеников, потому что ученики сами отказались это делать. Да, в нашей семье было так. Я пастор, вот наши детишки подрастали, а в субботу вечером от меня никто ничего, никакой работы по дому, никакого участия в жизни дома не ожидал, потому что все понимали, что в воскресенье мне предстоит проповедовать. И вот то, что они не ожидали от меня ничего по субботам, мне это было даже тяжело. То есть фактически они говорили так, папе завтра проповедовать, папе завтра служить, папу не трогайте, папу оставьте в покое, пусть он сидит себе и готовится. Иисусу больше не суждено будет спать. Перед Ним пять судов, пять судилищ, Ему предстоит пять судов. На следующее утро в девять часов утра Ему предстоит пойти на крест. Его прибьют ко кресту, Его шесть часов будут истязать, пока Он не умрет. Но вот именно Он встает, именно Он переодевается, именно Он повязывает себя полотенцем и омывает ноги учеников. Он высший, лучший из всех служителей. Хотите быть как Христос? Хотите поступать как Христос? Научитесь служить. В мире люди доказывают собственное величие тем, сколько людей у них на службе. А в Божьем домостроительстве величие определяется тем, скольким людям мы служим. Представляете себе, как это непросто. Представляете себе, как это противоречит самой природе человека. Поддержите ТВ-семинарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok